ребят у нас на обзоре магнитола который я еще даже не видел в глаза это головное устройство накомичи нам 1630 процессорное головное устройство сейчас выучу мануал подготовлюсь к обзору и потом вам расскажу более детально скоро у этой дамы праздник и вот и у этих тоже и в этой ребят ну а я хочу с наступающим международным женским днем пользуюсь случаем поздравить всех наших дам принцесс красавец поздравить с весенним праздником ну и наверное пламенный привет хочу передать анжеле макаровой миссис пель анжелочка солнышко тебя давно обещал сделать презент и вот этот номер смотрю он как раз розовый металлик будет как раз красоваться у тебя на может быть в гаражном боксе может быть на рабочем месте но напиши пожалуйста в личку и мы тебе отправим тебе давно обещал этот номер отправить и вот на этой фотке да не хватает только миши м это фотки с финала mt джеллочка на аватарку можно поставить да привет у этого главного устройства есть основное преимущество очень удобно к примеру у каких-то главных устройств есть карплей а здесь есть android мир фон что это такое то есть мы на телефоне на операционной системе android просто чешнурок подключаемся к слоту юсб и можем смотреть видео из вк можем листать ленту в инстаграм или смотреть видео на youtube ребят всем привет вы на канале автостиль арзамас меня зовут дима в своей ленте в инстаграме я совсем недавно анонсировал вот это двухдиновое головное устройство от компании накамечи моделька нам 1630 немножко поюзов немножко изучив честно скажу что устройство обещает быть очень популярным доступным и многие из вас поставят его к себе в машину почему потому что основное его преимущество заключается в том что на нем можно разрулить звук не только двухполоску плюсап от 3 полоска плюсап то есть без внешнего процессора как примеру у флагманской модели компании пионер ps99 вкратце пробегусь по менюшке вкратце покажу что на борту есть bluetooth возможность прослушивания радио да это основная функция ведь главного устройства функция автолинк это для подключения android мир фон возможность подключения sd-карты флешки да как источника аукса возможность управлять штатными кнопками руля там есть резистивный выхода он настраивается как на любом современном головном устройстве и кроме всего прочего огромный жирный плюс dsp процессор то есть эту магнитолу можно использовать без внешнего процессора и собрать себе в машине трехполосный фронт плюс сабвуфер и плюс центральный канал 8 независимых каналов основной фишкой является то что эквалайзер здесь 14 они 31 полоса как в самых популярных и топовых процессорах но эквалайзер эта вещь такая что не сильно он и нужен суть какая вот у нас channel 1 channel 2 здесь все схематично понятно и ничего лишнего здесь нету мы выбираем необходимую частоту на которой нужно добавить где-то либо убавить горбик затем функции процессора сейчас где она нас ок выбираем твой режим либо 3 в режим до 5 1 нас не сильно интересует я думаю потому что систему 5 1 мало кто будет собирать на взяв за источник звука именно этот аппарат хотя он право на существование имеет абсолютно вот выбираем 3 в режим то есть у нас channel 1 channel 2 channel 3 5 6 и 8 8 у нас сабвуферный сразу нам производитель заложил какие-то условные фильтра то есть кратно одному децибелу средств мы выбираем любой абсолютно примеру возьмем типовую настройку сабвуфера от 20 герц там примеру четвертым либо другим порядком либо третий дает как сапсоник у нас работает и верхнюю граничную частоту сабвуфера выбираем очень долго у нас занимает да вот эта процедура и зажать о переборщил возьмем усредненную 55 герц к примеру шестым порядком так мы регулируем сабвуфер плюс ко всему выбираем примеру midbus вот производитель заложил от 63 герц вторым порядком до 630 килогерц вторым порядком если у нас трешка мы это режем к примеру до 300 герц пусть будет тем же вторым порядком да конечно это нужно слушать в машине и уже фильтровать конкретно под определенные компоненты я лишь сейчас пробегу и заострю внимание то что серединке также же отфильтрованы почему тот 632 до 6 3 килогерц вторым да конечно серединку нужно срезать пониже в районе день четырех с половиной килогерц к примеру вторым третьим или первым порядком ну и немножко ниже если это купольная серединка туда 630 герц вторым порядком самый то взять морель сидим 88 либо любую другую но сейчас популярнее конечно в автозвуке в с кью используются диффузорные среднечастотники у них резонансная частота ниже можно спокойно от 250 либо от 200 их резать и твиттеры также по умолчанию здесь стоит 6 300 герц вторым порядком мы их можно запустить от 5 вторым и уверенно можно сказать что twitter не выйдет из строя по задержкам здесь тоже все очень очень на достойном уровне где они у нас только лежат по задержкам здесь тоже есть заводская предустановка либо уже так скажем категория эксперт здесь производитель заложил свои добрые полторы миллисекунды в левый канал что собственно имеет право на существование но чтобы на вытащить сабвуфер нам нужно вымерить расстояние от или провести вертикаль от сабвуфера до кончика носа это все вымеряется рулеткой но бегло вам скажу что вот эти полторы секунды между левым и правым каналом самое то что доктор прописал остальное конечно нужно слушать ну и конечно пользователь может все это дело индивидуально настроить у себя в машине и наслаждаться правильным и тонально точным звуком производитель закладывает стандартные до миллисекунды либо сантиметры но сантиметры это просто мы меряем рулеткой накидываем задержки в правый левый канал и начинаем слушать миллисекунды на мой взгляд удобнее да ну возможность есть это это еще раз повторюсь каждый канал имеет независимую коррекцию в плане эквалайзера то есть 14 полос эквалайзера на каждый канал а вот чтобы подключить внешний усилитель и отдельно его регулировать в комплекте идет хвостик он подключается на своем разъеме и на нем висят перца выхода вот они раз два три 4 5 6 7 8 розовый провод нам нужно для того чтобы подключиться к ручнику или жесткого примотать черному проводу который висит на массе чтобы можно было смотреть картинку в дороге поверьте мне мне так кажется в комплекте идет лентяйка такая вот карточного типа миниатюрные то есть если мы сидим на заднем диване в машине можно регулировать громкость переключать трек либо выбрать источник ну что можно собственно сделать с кнопка руля если мы сидим за рулем и есть возможность подключения через стационарный ноутбук все вот это меню видеть не на дисплее магнитолы а на экране ноутбука но я считаю здесь все логично все просто так что лишний раз не надо посоединяться с компьютером и настраивать это через большой монитор цена на эту магнитолу очень-очень весьма консервативной 14 тысяч 990 рублей ее стоимость аналогов просто не существует сейчас многие из вас поперхнулись да скажут блин опять что такое разработали опять что такое ребят да конечно до уровня алпайна пионера немножко не дотягивается но виду нынешних реалий все-таки магнитола я больше чем уверен будет очень популярна и советую обратить на нее внимание